Субтитры создавал DimaTorzok 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 Относительно ничего, но второго ремня она не переходит. Этот вот он гудит, но так не поймаешь, зуд есть, вот на пальцами когда держишь, износился сильнее все вот этот, вот тоже пальцами только. На этот уже резину начала наматывать, это значит в определенный момент он проскальзывал. У этого, если вот так взять, натяжной механизм, здесь же ремень натягивается не руками, здесь его когда поставил, выдергиваешь чеку, вот здесь гидравликой тянет, но вот у этого, вот видишь, я его рукой могу продавить, у него уже пустой свободный ход, новый, нормальный, ты рукой не продавишь, там гидравлик, он как амортизатор работает. Работает это примерно вот так, рычаг вот здесь упирается, вот через это плечо, он его давит, натягивает, так что это все будет. Это все это запчасти пришли, да, вот это запасные, там были. Это вот ремни, ремни, так теперь, не я брать не буду, а давай покажи, вот это вот, вот это у нас остался антифриз, неразведенный, это лишний, этот вот до минус сорока я разбодяжил, вот, то есть до минус сорока, это на доливку, вот если вдруг будет необходимость долить, дистиллированная вода и сальники, вот, сальники абсолютно сухие, просто чтобы поменять эти сальники, нужны еще прокладки клапанных крышек, там уже вверх двигателя надо будет под фазовращателями, ну, делить распредвал, вот. И опять прокладку под двигатель, да, надо уже заказывать. Да, прокладки клапана на крышке, а вот для того, чтобы заменить вот этот сальник, надо снять коробку передач. Слыши, ну коробка передач вообще снималась, там, по-моему, тут другая стоит коробка передач, она не перестала пинаться, и это... Ну, говорю, если доливать, доливать это. Хорошо, доливать вот этот вот. Да. Ну, так, собственно. Остальное все есть, да? Ну, я это, там, рад, я говорю, я вот как-то, как-то, как-то вот на такие работы сложные. Слушай, а вот такой еще вопрос у меня, а этот, вот у меня этот джип Беляш, а у него уже 108 тысяч километров, у него это, тоже надо менять эту? Я смотрел те регламенты, у них положено каждые 10 лет либо 150 тысяч километров. Менять эту? Да, да, именно. Все то же самое. А, ну, 150 тысяч километров еще нет. Или 10 лет. Ага, 10 лет, 14, но еще 14-го года. Да, это так, что еще рано пока. Ух ты, моя чернушечка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, машинку сделали, хорошо промчаться на ней, когда все сделано, все, знаете, работает так, как надо. Единственное, я думаю, машины, шумные. А так вообще будет очень тихая машинка. Еду, все, все наработает, все нормально, все это. Вот вы какой шум слышите? Вот я слышу шум, о, поменялось. Поменялось покрытие асфальтное. Шум усилился, то есть крупно-зерновой асфальт. Дождик накрапываю. Другое покрытие. Шуметь не так, то есть меньше фракция асфальта. Ну, на джипе этого как-то не слышу. Вот, приятно-приятно проехаться, приятно. Дождик, все это там такое. Появились ветряки. Что касается цены вопроса, цены этого ТО большого, замены, цена следующая. 32 тысячи запчасти. Я старался, чтобы все это было фирменное. И 20 работ. И знаете, когда вот к твоей машине, или лучше так сказать, если человек к своему делу относится щепетельно, с полным пониманием, что, что и как, ему хочется и деньги заплатить. Когда помимо того, что сказали, сделано еще что-то. Ну, приятно. То, что ты не видел, не знал. А там какие-то бабаи. Это, скорее всего, московские. Делали, там меняли. Тоже где-то там спешка. Бывает так, что Знаешь, что я там Готов заплатить вообще-то. И мне все равно. Официал у нас делается. Или там, допустим, в гараже. Люди, которые работают в официальном сервисе. Давай к нам гараж, мы там сделаем. Где-то там спешат. Где-то еще что-то там такое. Ну, хочется, чтобы во всем был порядок. И ты был уверен и доволен. В оказанных тебе услугах. А тем более езда на автомобиле. Тем более езда на дальние расстояния. Где-то куда-то поехал на автомобиле. Ты полностью доверяешь. А он где-то там сломается. 300 километров в любую сторону. Никого, ничего нет. Ну, я рад, что все-таки сделали. Что и создались такие, знаете, предпосылки. Особо не было там средств на то, чтобы то и все приобрести. Но, тем не менее, сложились как-то обстоятельства. И все это появилось, получилось. Чему я рад. Ну, на этом и закончим. Опа, опа. Съехали с дороги. Ха-ха-ха. На разворот. Вот, видите, какая дорога. На этом репортаж заканчиваю.